Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух, братья и сёстры. С тех пор, как началась эпидемия с коронавирусом, мы поняли, что в нашей общине есть люди, которые наибольше подвержены вирусу. С другой стороны, есть братья и сёстры, которые вообще отрицают опасность, никаких мер не принимают. Вот как раз у этой группы людей я и хочу спросить. Я хочу, чтобы вы ответили, положа руку на сердце. Если бы вы были в группе риска, если бы у вас были наибольшие шансы умереть от коронавируса, вы по-прежнему были бы такими же смелыми. Если бы ваши дети были в группе риска, если бы они были самыми уязвимыми, вы по-прежнему были бы такими же смелыми, как сейчас. Из-за того, что коронавирус поражает в основном тех, кто молчит в нашей общине, некоторые из них даже не понимают, что их могут заразить. Их же родные, которые меры не соблюдают. И мы нагло решаем за них. Типа, да, ничего страшного. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «По исламу ты не имеешь права вредить ни себе, ни другим». Причисто, Аллах. А ведь вы вредите. Вы подвергаете риску жизнь других людей. Потому что врачи сказали тебе, что у тебя маленькая вероятность заболеть, потому что ты молодой. Что твой иммунитет справится. В итоге мы, рады-радешеньки, других теперь заражаем, ходим. И мы идем расслабиться в кальянную, в людные места, потому что тебя вирус не возьмет. Но ты заразишь одного, второго, третьего, у кого старые родители, дедушки, бабушки дома, они умереть могут. И тогда мы подвергаем опасности еще и тех, кто трудится на передовой, спасая жизни людей, которые сражаются, чтобы люди выжили, а все потому, что нам с вами без разницы. Всевышний Причисто, Аллах, красивую историю рассказывает в Коране. Пророк Сулейман, мир ему и благословение Аллаха, шел со своей армией и проходил мимо колонии муравьев. Один муравей увидел армию пророка Сулеймана, мир ему, и крикнул всей остальной колонии. Все по домам, дома вы будете в безопасности. Сегодня сидите дома. Для вас это самое безопасное место. Всевышний Причистый Аллах любит, когда один муравей заботится о всей колонии муравьев. Всевышний Аллах записал это в своей вечной книге, в Священном Коране. Коран — это слово Аллаха. И не только это, но Всевышний Аллах назвал целую суру. Суры Ан-Намль. Сура муравьи. Вот так. Один муравей заботился о всей колонии муравьев. Братья и сестры, какой будет награда тех братьев и сестер, которые заботятся о своей общине во время тягот, во время трудностей. И вот что еще. Напоследок скажу. Я не говорю, что не надо выходить. Ходите там, где мало людей. Конечно, не надо. Все время дома сидеть, взаперти. Но указания медиков тоже надо брать в расчет. Да воздаст вам Аллах благом, благословение Аллаха вам. Да защитит Аллах вас и нашу общину. Пусть Аллах все человечество защитит от этой болезни. Те, кто умер от этого, пусть Всевышний Аллах даст им степень шахида, мученика, чтоб им все грехи простились. Благословение Аллаха вам. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату.